Охота начинается с разведки. Решил обойти со стороны леса. 50 метров. Продолжение следует. Вон они, собаки, опять 50 метров. Только я перешел на другую сторону, они переплыли тоже. Вон они, вон они, пошли, пошли, пошли. Может притаиться здесь, приедут сюда. Однако подплыть поближе они не захотели. 52. Загнал я их в угол водоема. Ну что делать, надо обходить. И вот тут вот был у меня реальный шанс. Прям над головушкой у нее просвистело. Я брал на прицеле по 30-ти метровой метке. А по факту там было 23-25 метров, думаю. Но дальномер доставать в такой ситуации, когда они уплывают, просто смысла нет. Последующие пару дней, можно сказать, отдыхал, провел в дикой природе, разведывал новые места. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красивые места, но... Утки ни хрена нету. Одна рыба. Принял решение посетить одно из озер, которые разведывал еще весной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прилично выше. Прошлый выстрел был намного лучше. Хотя само озеро прекрасное для охоты с подхода. Хоть уток на нем обычно сидит всего 1-2-3, но... Небольшое очень расстояние между берегами, плюс оно вытянутое. В общем, я думаю, не раз еще на него вернусь. В итоге вернулся я на то болото, с которого начинал. Благо стрелы у меня еще оставались. Почему бы и нет. 60 метров. В итоге загнал я их на другой конец озера. На этом охота в этот раз и завершилась. Что можно сказать по итогу? К 60 метрам жизнь меня не готовила. Это все-таки утка, а не кабан. Но тем не менее были два момента, где было расстояние около 30 метров не реализовано. Я думаю, что еще в этом году осенью я соберусь на охоту. Также думаю, что нужно, конечно, задуматься о приобретении дальнобойной камеры, чтобы как-то это снимать все получше. Если вам понравилось это видео и вы ждете новых выпусков, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok